Здравствуйте! В этом видео мы разберем, как создать анимацию печатающей машинки на сайте. Делать мы это будем на примере сайта персонального стилиста, в обложку которого добавим эффект печати. Эффект печатной машинки позволяет стирать одни фразы и писать другие, тем самым привлекая внимание к определенному месту в тексте сайта, а также дает возможность вместить большое количество информации в небольшое пространство, без перегруза страницы. Добавить эффект можно в любой блок, где есть текст. Для этого понадобится блок T635. Мы будем добавлять эффект в обложку сайта, которая уже есть на странице сайта. Теперь кликаем на кнопку плюс под обложкой, у нас открывается раздел со всеми блоками, переходим в раздел другое и здесь находим блок T635, эффект печатной машинки. Добавляем его на страницу сайта. Открываем контент блока и в верхней части есть описание того, как правильно настраивать этот блок. Чуть ниже находится поле ID блока, куда мы указываем ID того блока, которому нам нужно применить эффект печати. Кликаем на надпись выбрать блоки и выбираем тот блок, которому мы хотим применить эффект печатной машинки. У нас это будет блок с обложкой. Нажимаем сохранить и закрыть. И далее у нас находятся поля для ввода фраз, которые мы хотим выводить. Фразы указываются последовательно в том порядке, в котором мы хотим видеть их в момент печати и мы можем создать до пяти фраз. Пропишем текст, который мы хотим видеть в момент печати. У меня это будет женщин, мужчин, детей. Обратите внимание, что я прописываю текст в родительном падеже, чтобы он корректно завершал фразу. Формирование стиля и помощь в подборе гардероба для женщин, мужчин, детей. И в контенте блока T635 нам больше ничего делать не нужно. Нажимаем сохранить и закрыть. Далее переходим в текстовое поле того блока, в котором мы хотим видеть эффект. Нажимаю контент блока, перехожу в раздел заголовок описания, ставлю курсор в нужное мне место в тексте и добавляю вертикальную черту. Она будет сигналом для блока печатной машинки о том, что печатать текст нужно начинать именно здесь, после чего сохраняю изменения. Обратите внимание, что знак можно добавить в любое место текста, не обязательно в конце, но важно, чтобы знак был один. Давайте опубликуем страницу и посмотрим, что у нас получилось. Мы видим, как эффект применился. В том месте, где я добавил вертикальную черту, автоматически добавляются три заданные мною фразы по очереди. При этом указатель и текст окрашены в желтый. Давайте вернемся в редактор страницы и изменим их цвет. Чтобы изменить цвет указателя и текста, нам нужно перейти в настройки блока T635. В полях для выбора цвета текста курсора мы можем задать нужный нам цвет. Далее в поле скорость печати мы можем задать скорость, с которой будет печататься текст. Оставим значение по умолчанию. В поле задержка перед удалением фразы вы можете указать значение, на которое будет останавливаться эффект, прежде чем стереть предыдущие варианты текста и приступить к написанию нового. Я поставлю значение 2 секунды. Если мы поставим галочку напротив пункта «Остановить набор после последней фразы», то после написания последней фразы курсор остановится и эффект отключится. То есть в тексте останется последняя фраза и меняться они больше не будут. Тут сохраняю изменения и вновь публикую страницу. Мы видим, что теперь указатели надписи стали белыми и появилась небольшая задержка перед написанием следующей фразы. Галочку напротив пункта «Остановить набор после последней фразы» мы не ставили, поэтому эффект будет повторять все фразы по кругу. И какие же ограничения есть для данного эффекта? Как я уже упомянул ранее, вы можете создавать до 5 вариантов разных фраз. Максимальная длина каждой из фраз составляет 80 символов. Эффект печати не применяется к блокам, содержащим в себе сменяющиеся слайды. Например, мы не можем применить эффект к блоку обложки CR30. Один блок T635 добавляет эффект только для одного текстового блока. Для каждого блока, где вы хотите видеть эффект печати, нужно создавать отдельный блок T635. Например, если мы хотим добавить блок печатной машинки также для блока «Обо мне», нам нужно первым делом создать блок T635, настроить его и добавить в блоке «Обо мне» вертикальную черту в любом месте этого блока. Например, тут публикуем страницу и видим, как в блоке добавился эффект печатной машинки. Пожалуй, это все, что нам нужно знать для создания эффекта печатной машинки. А если возникнут сложности, вы всегда можете пересмотреть данное видео или посмотреть порядок действий в контенте блока T635. Ну а я, в свою очередь, желаю вам успехов в создании сайтов. Пока-пока!